Я, Смеляев Маил Изетович, 62-го года рождения, родился в Таджикистане, работал на сервисе, ну, как это получается, врач, араба-доктора, моторист. И когда встал вопрос о возвращении в Крым домой, это был 1988 год, 1988 год, ну, уже Раметле Бабам, Раметле уже, Барсахамада, стариков не осталось, все умерли. И когда отец меня, сынок, поедем, говорит, в Крым домой, я говорю, как это, объясните, он говорит, наши корни оттуда, с Крыма, говорит, мы едем на родину, говорит, откуда я вырос, где все мое детство прошло. Я даже слова не сказал, я согласился в первый раз. Все, говорю, отец, едем. Они взяли меня, отправили сюда, в Крым. Это был 1988 год, конец апреля, начало мая. Покупки дома здесь. А сами мои родители, они из Крым, из Крым района, старокрымский район, село Джумели. На сегодняшний день название села приветное. Ну, и как отец хотел, чтобы в этом районе мы поселились, я старался найти жилье в этом районе. Ну, ходили, искали, там дом нашел, здесь дом нашел, там занято, то здесь не продают, то там не прописывают. Вот это вся такая молодежь у нас была. Три-четыре дома я держал, так, на виду, думаю, завтра, послезавтра, если вдруг что-то получится, приобрести это, купить дом. Ну, так как матери-сестра переехала всего журавки, журавки это Асамбай, Байрач, на татарском, на крымско-татарском языке звучит название сел, Асамбай, Байрач, Капусталек, Джумели. Старался вот в этом районе, вот в этих селах найти жилье. Так как у мамы переехала сестра сюда, в журавки, она старалась к ней поближе, вот они меня отправили, я все искал, 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 то там не продают, то там нельзя, здесь на работу не берут. Вот такая волокита была. Ну, все-таки село Изабинное, которое называется Асамбай, нашел один домик, ну, как-то я не знаю, хозяину понравился я, что ли, ну, задевали цены очень большие, 30 тысяч были дома по цене, ну, поднимали цену, они видят, что мы возвращаемся домой. После этого я уехал, как цена мне не подошла, я сказал, нет, буду искать в другом месте, но хозяин этого дома приехал, нашел меня, говорит, сынок, говорит, ты мне так понравился, я тебе ее продам, дей. В общем, за 29 тысяч мы сторговались, ну, выкупили этот дом, ну, опять же, когда мы выкупили этот дом, начали контейнеры отправлять с Азии сюда, потом стоял вопрос о прописке. Тут же параллельно вопрос поднялся, устройство на работу, как устроиться. Ну, на работу, естественно, не брали. На работу не брали, ну, так как я выкупил дом, поехал наш первомайский совхоз, только было, брали на работу в цех садоводства. Ну, как-то мне, наверное, повезло, или как там получилось, что директор, он был душамбинский, вернее, отец его душамбы с Таджикистана. Ну, и он как-то, вот, приняли меня на работу без согласия бригад. Когда поднялся вопрос о отправлении контейнера сюда по местожительству, ну, естественно, я на работе написал заявление, взял как отпуск за счет, за свой счет. Поехал в Азию, загрузили контейнер, переправили, отец там остался, я вернулся сюда, разгрузили, разместили, вроде бы все нормально. Мать приехала, первое, приехали два, двое моих братьев, двое моих братьев, и когда поднялся вопрос об ихней прописке в этот дом, у нас, оказывается, жилье не соответствовало по квадратуре, нас не прописывали. Мы вот эту печку, угольная, дровяная печка у нас была, несколько раз ее ломали, опять ее складывали, ломали, чтобы прописаться, разов в семь, не подходит, не подходит, не подходит. Ну, когда подошел момент, момент у меня братишка 71-го года, подошел момент, когда его призвали к службе, ну, тогда была советская армия, СССР же, когда поднялся вопрос о призвании его в ряды вооруженных сил, его тут же прописали. как он обслужил, отдал долг государству, приехал, вернулся домой, тут же его выписали. Вот мы столкнулись вот с такой проблемой. Я все-таки работал в Таджикистане на автосервисе, и как-то получилось здесь у начальника паспортного стола надо было поменять лобовое стекло. Ну, я ему поменял, и опять же обернулось вот так, что с пропиской у меня в принципе таких проблем не стало. он предложил мне, говорит, давай еще кого пропишем. Приехали родственники, многие не могли прописаться, мы их прописали у себя. По сегодняшний день это домовая книга, там кого только нету, кого только не прописали на тот момент. А по вечерам мы с ребятами собирались на дискотеку. Ну, молодые же все, соберемся на мужчине, сядем, сядем, поедем. Приезжали на дискотеку, у нас проблема была по поводу музыки хай-тарма. Нам категорически запрещали ставить ее, не разрешали, но мы все равно старались показать свою культуру. Любыми способами мы старались ставить кассету, включить музыку. Даже бывало так, что включим машины и танцевали на улице. И вот так постепенно, постепенно вот это вот мы, то, что они принимали нас не так уж сладко, то, что мы делали, они, смотря на нас, немножко смягчились. Но когда мы танцевали, вот танцевались, бывало так, что девчата задавали вопрос. Таир говорит, вот нам все подтвердили и говорили, что вот приезжают, возвращаются татары крымские, у них, говорит, рога есть. Вот, лично у меня спросили. Ну, я говорю, ну, где рога? Ну, я говорю, ну, пожалуйста, вот потрогайте, говорю, как вы думаете, есть они или нет? Ну, они посмеялись, ну, так пошутили, вроде бы успокоились. Ну, у нас постоянно была стычка, у нас же Первомайский, село Первомайское, мы ездили на дискотеку в село Первомайское, всегда было стычки с солдатами, рядом были десантники. Ну, в основном девчата, местные девчата старались знакомиться с нами, и когда кто-то цеплялся до них, они якобы выгораживали себя. Вот у меня парень крымский татарик, и до них никто не цеплялся. Я не знаю, почему так, может быть, боялись, я не знаю, или мы страшилки для них были. Вот, типа такого. если вы помните, при Украине стоял вопрос, очень сильно громко звенела тихая бухта у нас в Коктебеле. Вот мы тогда собрались здесь, мы тогда здесь собрались, сделали списки и начали, как это, на берегу Черного моря, почему бы нам не поселиться, почему бы не организовать эконически крымско-катарский поселок, почему наши дети не имеют такого права якобы жить на берегу моря, так же ходить, купаться, загорать. И мы решили тоже сделать захват там, самовозврат вернее. Мы собрались все, здесь у нас есть насыпкой в районе Феодосии, как раз развил Коктебель. Вот мы там собрались, у нас был палаточный городок, мы там готовили, мы там жили. на тот момент был, если не соврать, на тот момент был Куницын, премьер-министром Крыма. Долго мы там ждали, решается вопрос, не решается и так, и сяк, долго ждали. Потом одно время что-то такое получилось, ребята быстро свернулись, говорят, что-то нам не дают, поедем бы, самовозврат делали. Мы собрались и в Тихую бухту. По-моему, войсковая часть не одна так, как мы быстро среагировали, быстро собрались и там в Тихой бухте разложились. Ни одна войсковая часть так не сработала, как мы. Ну, приехали мы туда в Тихую бухту, все, начали уже делить там, разбивку, все. Ну, естественно, против нас ОМОН кинули. Если не соврать, было 12 или 13 машин полный гружен ОМОН, напротив нас кинули по лапку казаков, постоянно, чтобы конфликт был у нас с ними. Ну, хотели нас разогнать тогда? Ну, мы резко там газовые баллоны вытаскивали, там, бензин, мензин, все, понимаете? У нас же наш народ, он такой, он, когда если выйдет, он ничего не боится, он пойдет до конца. У нас же есть такая пословица «Алгар! Назад такого у нас нету, мы повернемся, все равно вперед идем». Вот. У нас вот получилось так, и мы стояли жестко. Ну, видать, позвонили там, смотрят, что мы решительно настроены. Позвонили, видать, и дали отбой. Оно разъехался, разбивку даже сделали, карту вот эту, все. И по сегодняшний день это осталось. И хочу еще добавить, на тот момент, вот, сегодня, нет, не сегодня, при президенте Порошенко в парламенте сидел Матвиенко такой, депутат. Он был премьер-министром Крыма. Нас кое-когда мы собрались все, он приезжал туда. Он приезжал. Ребята, что вы делаете? Зачем палаточный городок? Зачем? Вот летний сезон, вы срываете. Даже вот так ставился вопрос. Вы же загнали все. Он как-то так выразился интересно. Вы, залезли на сук говорит и рубите его. Я лично ему сказал тогда. А кто загнал на этот сук? Вы же, а на сегодняшний день заставляете рубить ее. Вот у нас был вот такой, как назвать дискуссия, типа такого. вот по сегодняшний день эта тихая бухта также и осталась. Там кто-то строится. Ну, в общем, оно не высветилось нам, так можно сказать. что-то Продолжение следует...